Здравствуйте! В эфире Вести Ульяновск, в студии Дмитрий Емельянов. И смотрите в этом выпуске. Ликвидировать чрезвычайные ситуации их профессии сегодня службе спасения 15 лет. Императорский мост как толчок в развитии Симбирска. Оценку переправе дали ученые. Ожерелье храбрости за победу над болезнью собрать все бусины маленьким пациентам не так-то просто. В Ульяновской области нашли модель развития муниципальных районов. Толчками их роста станут промышленные парки. В качестве примера на заседание Совета по инвестициям привели Чердаклинский район. Здесь формируется индустриальный парк. Первые резиденты уже есть. Об этом в материале Эдуарда Истомина. Этот инвестпроект реализуется на территории Чердаклинского индустриального парка. Предприятие производит межкомнатные двери. Продукция на ура идет даже на экспорт. В ближние зарубежья давно, а два месяца назад отгрузили контейнер в Канаду. На восток мы первый раз заходим на выставку. Она покажет заинтересованность в нас. У нас какое преимущество перед итальянцами? Это цена. Я думаю, что мы там будем интересны. Прочности этого дверного стекла можно позавидовать. В месяц предприятие производит почти 4000 комплектов. Но можно и в два раза больше, говорит Владимир Коваленко. Само предприятие лишь первая ласточка в парке. Площадка 65 гектаров. Примерно 55 из них это земля, которая будет непосредственно предоставляться инвесторам. Ну то есть порядка 15 предприятий малого и среднего бизнеса может на этой территории разместиться. Уже есть первых два резидента. Первый резидент будет специализироваться на переработке мяса и молока. В частности, планируется выпуск полутвердых и мягких сыров. А еще производство мясных полуфабрикатов. А это более 200 миллионов рублей инвестиции. Плюс более 100 рабочих рук. Начало производства через три месяца. Сроки поставки оборудования через два месяца после проведения авансовых платежей. Второй резидент сосредоточится на выпуске тепличной продукции. Он также разместится на территории промпарка «Октябрьский». Аналогичные индустриальные зоны будем создавать и в других муниципальных районах, говорит Александр Смекалин. У каждого муниципального образования есть что-то, на чем может развиваться бизнес. Причем это не обязательно крупный бизнес. Зачастую наличие нескольких предприятий малого и среднего предпринимательства, малого и среднего бизнеса намного ценнее, поскольку это делает экономику территории устойчивой. И таким образом повышалось качество жизни людей. Но все пришли к пониманию о том, что если мы говорим о развитии сельских территорий, то важно не только жить одним агропромышленным комплексом, а важно комплексно подходить к развитию наших территорий. Губернатор отметил, что большое внимание следует уделять развитию экспортного потенциала, в том числе на территориях индустриальных парков. Компания по производству дверных комплектов в глубинке – хороший тому пример. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск, из Чердаклинского района. Более 2000 спасенных человеческих жизней за 15 лет. Сегодня служба спасения Ульяновской области отмечает юбилей. 1 ноября 2001 года служба получила официальное свидетельство на право проведения аварийно-спасательных работ. 30 человек и 2 единицы спецтехники – таким была структура чрезвычайного ведомства полтора десятилетия назад. Сегодня аварийно-спасательные отряды – это почти 50 специалистов высшего класса, которые готовы предотвращать и ликвидировать любые чрезвычайные ситуации. Главное – спасать жизни людей в любое время дня и ночи. Александр Васильев в пожарно-спасательном центре с первого дня его основания. За время своей работы водолазом Александр провел под водой 890 часов. В памяти спасателя целая вереница событий. Взрыв на арсенале, лесные пожары 2010-го. Справляться в таких ситуациях, признается спасатель, помогают внутренние силы человека. Это сплав мужества, храбрости, смелости. Мне кажется, обязательно надо думать головой во всех этих ситуациях. И огромной человеколюбие должно быть, чтобы уметь помогать людям. В этом году поводом для поздравлений в адрес областного пожарно-спасательного центра является не только юбилей, но и победа сразу в двух номинациях регионального этапа 8-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Лучшее поисково-спасательное формирование МЧС России и лучший водолаз, которым, кстати, стал Александр Васильев. Больше века именуемый ныне Императорским мост через Волгу соединяет берега. Но его история началась несколько раньше, с появления в Ульяновске железной дороги. И, как следствие, необходимости перевозки грузов на левый берег через Великую реку. Сегодня роль в появлении Перебравы сыграл один из самых видных политиков того времени – Петр Аркадьевич Столыпин. Сколько раз горел стальной гигант? Какую роль он сыграл в гражданской войне? Эти и многие другие вопросы, как и ответы на них, звучали на заседании ученого совета, который прошел в Краеведческом музее. Несомненно одно – Императорский мост в свое время не просто соединил берега. Он, скорее, приблизил будущее для Симбирско-Ульяновска. Мост дал значительный толчок экономическому, да и культурному развитию нашего Симбирска. Ну, это было, я думаю, по значению почти то же, что для Советского Ульяновского дало 100-летие Ленина в нашем городе. То есть, если бы не было моста, то Ульяновск всего не было бы не было. То город был тупиковым, понимаете? Что такое тупиковый город? Это ничего. А тут связь с Уралом, Сибирью. Транзитный большой перевалочный полк. В фойе Краеведческого музея работает мини-выставка, материалы которой знакомят краеведов, жителей и гостей города с историей строительства и открытия моста. Здесь можно увидеть ручной керосиновый фонарь путевого обходчика, сигнальные флажки начала прошлого века и даже сохранившуюся перемычку старого моста. У 68-й и 25-й маршрута к изменению изменился путь следования, а для детей в выходные пройдет увлекательный мастер-класс. Обо всем подробнее новостной блиц от моих коллег. 2 ноября с 15 до 18 часов заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области Алексей Виноградов проведет личный прием граждан. Встреча состоится в помещении Следственного управления по адресу город Ульяновск, улица Ленина, дом 124. Записаться на прием можно по телефону 41 25 58 и 41 23 55. В Ульяновске изменится схема движения автобусов. С сегодняшнего дня по просьбам горожан маршрут номер 68 УЛГТУ, поселок имени Карамзина, садовое товарищество «Рассвет» будет продлен до улицы Репина. Отправление автобусов от микрорайона Репина будет осуществляться от конечной разворотной площадки маршрутов номер 5 и 82. Автобусы маршрута номер 25, четвертая проходная авиастар СП, улица Корунковой с улицы Рябикова проследуют на улицу Промышленная. Далее улицы Шолмова и Корунковой. В микрорайоне Новый город с проспекта Ульяновский в сторону нового микрорайона Запад-2. 9 ноября в 10 часов приемный президент Российской Федерации в Ульяновской области прием граждан проведет военный комиссар Ульяновской области Петр Брыкин. Справки и предварительная запись по телефону 41 12 31. Гиперактивные направят свою энергию в мирное русло, а стеснительные зажатые раскроют свой потенциал. Если ваш ребенок боится выходить к доске или наоборот слишком расторможен, это можно исправить. Помогут в этом специальные упражнения. В это воскресенье в Ульяновске пройдет открытый урок по актерскому мастерству для детей. Организаторы уверяют, каждый ребенок талантлив, нужно только помочь ему раскрыться. На бесплатном мастер-классе дети узнают, как профессиональные актеры готовятся к выступлениям. С помощью специальных упражнений научатся правильно дышать и говорить так, чтобы не срывать голос. Узнают, как работать с эмоциями и импровизировать. Получат навыки публичных выступлений и ораторского мастерства. Открытый урок состоится 6 ноября в 17.30 по адресу. Город Ульяновск, проспект 50-летие, ВЛКСМ-15, здание ДКУАС. Записаться на мастер-класс можно по телефону 8 905 349 6707. В Ульяновской областной детской больнице одними из первых в России стали проводить акцию «Бусины храбрости». Это мероприятие началось в 99-м году в Канаде. Цель – выдавать маленьким пациентам бусинки за прохождение той или иной процедуры. В Ульяновске первыми участниками акции стали маленькие пациенты гематологического отделения, которые проходят весьма непростое лечение. Это самое сложное отделение в плане того, что здесь самые сложные дети, и которые вынуждены иногда по состоянию своего здоровья получать такие процедуры, которые навсегда очень приятны для детей. И мы решили начать эту акцию «Бусинка храбрости». За каждую процедуру, которую дети получают на пути к своему выздоровлению, они будут получать вот эту бусину храбрости. И в итоге, когда они будут выписываться из нашего отделения, у нее будет целое ожерелье вот этих бусинок храбрости. К шестилетнему Матвею с Демитровграду у врачей особые отношения и мальчик твердо решил, когда вырастет, обязательно станет врачом или массажистом. Он даже надевает шапочку и белый халат и берет в руки фонендоскоп. Лечащие врачи не запрещают положительные эмоции, важны для юных пациентов. Когда медики приходили, я у них увидел костюм, тоже такой же белый контакт. И тоже захотел такой. Я просто привык делать массаж, и захотелось быть массажистом. И Матвею, и другим ребятам, проходящим лечение, вручили их первые бусины храбрости. Само собой, пожелали терпения и выздоровления. Инициатором ульяновской акции стало руководство детской областной больницы, а благотворительный фонд «Доброе дело» поддержал инициативу. 31 октября известному ульяновскому актеру, заслуженному артисту России, Борису Александрову, исполнилось бы 67 лет. В этот день на одной из самых необычных творческих площадок Ульяновска, театре-студии «Анфан Терибль» стартовал седьмой по счету фестиваль «Александровский сад», который посвящен памяти мастера. В небольшом, но ярко оформленном помещении собрались любители театра, ученики Бориса Владимировича и почитатели его творчества. Мы пригласили ее специально, чтобы она познакомилась. Большая часть студийцев – это воспитанники Бориса Владимировича Александровича. Вы пойдете в каждый театр, и каждый театр вам укажет на то же самое. Для нас он всегда жив, он никуда не одевался, он всегда с нами, и поэтому мы учредили свое время, наш театр учредил этот фестиваль, и он продолжает. Если в первом фестивале принимали участие лишь творческие коллективы из Ульяновска, то со временем гостями Александровского стада стали представители Пензенской области. Именно театральной студией «Орликин» из города Заречный довелось открыть фестиваль. На сцене давали каштанку. Кадаловь бы рассказ Чехова известен всем, но театралы не были бы творческими людьми, если бы не постарались внести в представление что-то свое. На первый взгляд это выглядело необычно, хотя идея празднования не пострадала. Мы думаем, что это спектакль о доме, о родном доме, а каким он будет понят зрителям, это судить уже самому зрителю. На Александровский сад мы приезжаем уже четвертый раз, и этот фестиваль мы ждем, начинаем его ждать с момента отъезда из Ульяновска. И один из самых любимых наших фестивалей. Программа фестиваля продлится до 6 ноября, при этом организаторы вынуждены многих разочаровать. Почти на все спектакли билеты уже проданы. Зато уже сейчас обсуждается программа следующего, 8-го фестиваля, который пройдет через год. В Ульяновск снова пришел большой хоккей, правда играет в него на этот раз совсем маленькие мальчишки. На льду Волгоспортарены проходят матчи, ставшие уже традиционной детской хоккейной лиги Приволжского федерального округа. В соревнованиях участвует 6 команд 2005-2006 годов рождения из Ульяновска, Кирова, Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Фаворитами считаются ребята 2005 года рождения из Ульяновской спортшколы и Кировской Родины. В двух сыгранных матчах они одержали по две победы и возглавляют турнирную таблицу. На этих кадрах юные ульяновцы, они в синей форме, встречаются со сверстниками из Балахны. Команда из небольшого города Нижегородской области сумела оказать сопротивление, но Волга 2005-го была явно сильнее. Итог 3-0. В следующих играх, наверное, мальчишки будут прибавлять, и я думаю, у них уже более качественный хоккей, наверное, будет, где эмоции немножко погаснут, а будут уже навыки технико-тактического плана, ну и морально-волевых качеств, естественно. Потому что эмоционально мальчишки всегда выходят на соревнования заряженные, готовы бить и стараться обыграть друг друга. Поэтому этот турнир как раз позволяет, прежде всего, конечно, посмотреть на данном этапе, в каком состоянии кто находится. Турнир завершится 2 ноября, и в этот же день на льду Волга спорт-арены стартуют еще одни детско-юношеские соревнования с участием юных хоккеистов из Швеции. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Сейчас в Ульяновске 4 градуса мороза. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok